Шалом дорогие друзья, мы продолжаем говорить о защите мессианского вероучения, о защите мессианской позиции, и мы говорим о третьем пункте, третья причина, почему мы такие. Потому что Бог с нами вступил в Завет. Представители всех других народов вступают с Богом в Завет только на личном уровне. Евреи вступили в Завет одновременно целым народом и подписались под этим словом. Поэтому в Ветхом Завете, или в Танахе, правильнее сказать, часто мы видим такой момент, как коллективная ответственность. Например, грех Ахана, то есть один человек, который из народа израильского нарушает условия, он согрешил, он взял из заклятого при разрушении города Ерехон. И следующий город Гай, который должны были взять, там погибает 36 человек. И для всех становится понятно, что внутри Израиля что-то не так, есть грех. Кто-то что-то сделал не то. И вот выявляется, что это был Ахан. И видно, что пострадал фактически весь народ. То есть даже репутация Израиля, она пострадала в этот момент. То, что касается Ахана, точно так же. Когда его прижали уже к стенке, погибла вся его семья, все дети. То есть один человек распространяет эту ответственность на тех, кто находится, скажем так, под его духовной властью. И поэтому в Новом Завете коллективная ответственность в общине, она тоже работает. Но есть разница, это разница в исходных данных. Поскольку община или церковь, то что принято называть церковью в христианском мире, она состоит из различных людей, из различных народов. Община Израиля состояла только из Израиля. И вот как это работает. Даже если одновременно где-то покаяться, одновременно я подчеркиваю, 100 тысяч человек там, допустим, на какой-то евангелизации, вот на стадионе, нельзя назвать их народом, потому что это разные люди. И они между собой не договаривались. Еврейский народ, когда вышел из Египта, то священники стояли, это уже в книге Второзакония описывается, священники стояли по 6 человек на горе Гевал и Горазин, и произносили они благословения и проклятия, по количеству колен Израиля это все было. То весь еврейский народ сказал, да, мы согласны. То есть они вошли в условия вот этого Синайского договора. И поэтому завет Бог заключил с евреями. Вы нигде не найдете, чтобы с церковью Бог вступил в какой-то договор, или был бы какой-то завет, который Бог заключает с церковью. А с Израилем да. И когда Израиль получает вот это обещание, что с ним он заключит и новый завет, это пророчество звучит в книге пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Он говорит, нет такой завет, как я заключил с отцами их, потому что тот завет они нарушили. И дальше он говорит, что я сейчас напишу Тору свою, прямо на сердце людей. Вы видите, так и написано. Мою Тору я напишу. То фактически Бог пишет ту же самую Тору, тоже пятикнижей Моисея, только уже не на кожаном свитке, а в сердце рожденного свыше человека. Почему Бог говорит, что я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет? Дело в том, что в 931 году до нашей эры, после правления царя Соломона, происходит раскол царства на центральное и северное. Десять колен возглавляет раб Соломона и Раваам, и колено Иуды и Вениамина достается Равааму, сыну Соломона. И с этого времени, когда вы читаете книги царств, вы видите, что есть царь в Израиле и есть царь в Иудее. Иудейские и израильские. Иудейские цари меньше грешили, чем северные, вот израильские. Тем не менее, тоже были проблемы определенные. Но Бог к тому моменту, когда говорит Еремия, уже проходит более 200 лет, и Израиль уже географически даже, он выглядит как Иудея и Самария, и северная часть. Но Бог видит свой народ все равно целым. И поэтому, он говорит, я заключу Новый Завет с домом Израиля и с домом Иуды. Это показывает нам, что Бог продолжает оставаться в Завете с тем же самым народом, несмотря на то, что народ разделился, он даже географически, и даже когда рассеялся наш народ после разрушения храма в 70-м году римлянами, даже после этого Бог продолжает видеть наш народ, целым, все 12 колен. Он отслеживает все это, несмотря на то, что уже потеряны, конечно, все книги, все родословия и так далее. И поэтому, когда на земле появляется то, что называется церковь, община Израиля, фактически это тело Мессии. И с самого начала оно составляет, оно состоит из уверовавших евреев. Потом начинают постепенно по одному человеку в это тело входить язычники. И к концу первого века, начало второго века, мы видим, что уже язычников становится больше гораздо. Они преобладают уже на территории церкви. А третий, четвертый век уже меняют полностью теологию. и многие-многие вещи, и традиции, и праздники, о которых мы с вами еще поговорим. Но церковь невозможно назвать в плане завета народом Божьим. Потому что в плане завета народ Божий – это Израиль. Новый завет, договор. А что же такое церковь? Что же такое община Израиля? Община Израиля, как я уже сказал, состоит из всех народов, в том числе и наш, еврейский народ там есть. Все все племена, которые живут на земле. И каждый человек, он сам за себя лично принимает решение, будет он там или нет. Войдет он в это общество людей или не войдет. Но давайте вспомним. Изначально мы говорили о том, что язычники присоединялись к Израилю. Язычники вошли в договор с Богом, присоединившись к еврейскому народу. Поэтому невозможно говорить, как бы, что евреи присоединяются к общине. Они, те, кто уверовали, они просто прививаются на свою родную маслину. Внимательно читайте 11 главу послания к римлянам. И поэтому община растет за счет того, что каждый человек на индивидуальном уровне принимает решение войти туда, в это общество людей. Другое дело, что там язычников сегодня больше, да. Но это не является определяющим фактором. Поэтому в завет с Богом люди вступают на личном уровне посредством погружения в воду или то, что называется водное крещение. Но не так, как Израиль, которые даже те, которые там не были у горы Синай, даже с ними Бог, то есть с нами заключил завет. И те евреи, которые сегодня не верят в Вишу, они продолжают оставаться в Завете, в Синайском Завете с Богом, тем самым на них лежит еще большая ответственность и их жребие еще более труден будет, если они не уверуют в Вишу, как в Спасителя. послание к римлянам, 9 глава, 4-5 стих, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетование их и отцы и от них Мессия по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Итак, послание к римлянам Рабби Шауль очень без намеков я бы сказал говорит, что именно Израилю принадлежит усыновление и слава и заветы и законоположение. То есть именно Израиль является детьми Божьими, которых Бог усыновил и дал обещание. Шехина или слава Божья. В русском тексте так написано, что можно подумать, что речь идет о том, что слава принадлежит им как бы известность в этом мире, то есть евреям это все. На самом деле там речь идет о шехине, о видимом присутствии Божьем или о славе Божьей, которая всегда сопровождала еврейский народ. Днем в пустыне это был столб облачный, ночью столб огненный и принадлежала вот эта шехина, вот эта слава, которая видна была всем издалека, тоже евреям, а не язычникам. А в книге Исход вы легко найдете, что вместе с евреями вышло много разноплеменного народа и также в книге Второзакония вы найдете, что именно они обнаруживали прихоти, соблазняя тем самым Израиль к вот этому ропоту. Поэтому хотя там тоже были язычники, которые вышли вместе с евреями из египетского рабства и присоединились к этому народу, поэтому Бог когда давал свою Тору, давал свой закон на горе Синай, он учел там интересы всех и там оговорено как поступать с пришельцем с тем, кто живет в Израиле. Дело в том, дорогие друзья, что законоположение тоже принадлежит еврейскому народу. То есть вот эта книга, вот эти заповеди это то, что дано нам. Ну, если мы посмотрим, вот, скажем, третья глава послания к кремлянам, такой стих есть очень интересный. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наибаче, в том, что им вверено Слово Божие. Аминь. Поэтому действительно законоположение, Божье Слово, оно вверено еврейскому народу. И это наше прерогатива, это наше преимущество, это то, в чем мы должны преуспевать. Богослужение, то есть литургия, порядок, храмовое служение, тоже принадлежит евреям, поэтому пусть не обольщаются люди насчет тысячелетнего царства. Советую читать внимательно с 40 по 48 главу, 9 глав книгу пророка из Экхиля, последние 9 глав, там описано, что служение в тысячелетнем храме, в царстве Мессии будут осуществлять обрезанные в 44 главе 9 стихом это пишется, обрезанные сердцем и обрезанные плотью, то есть Бог ставит обрезание сердцем, конечно же, на первое место, но второе условие обрезанные плотью и принадлежит именно им сыны Садока, которые сохранили верность в самый трудный период, они будут потомки Садока, они будут там осуществлять вот это храмовое служение и все это принадлежит нам. И заветы, обратите внимание, заветы тоже принадлежат нам, то есть новый завет, Танах, любой завет, любой договор, который Бог заключал, который вы найдете в Библии, он это заключал только с представителями этого народа, царь Давид, представитель еврейского народа и так далее, Моисей, Авраам, написано обетование, то есть обещание, которое дал Бог, тоже принадлежат Израилю, то есть мы рассчитываем на это и это нормально. Их и отцы, речь идет об Аврааме, Ицхаке, Иакове, которые являются корнем, истинным корнем, на котором выросла вот этот молодой побег Ишуа, так о нем пророчествует пророк Исайя, Хотер Мегеза или Шорыш Ишае, то есть он корень Исаи, Ишая, это отец Давида. И от них, то есть от евреев и Мессия написано по плоти. Сегодня многие хотят сделать так, что по плоти это не важно, там уже надо все по духу и не надо как бы Иисусу приписывать по плоти, что он по плоти евреи. Но так написано в послании к римлянам, что от них и Христос по плоти и давайте все-таки не будем забывать, что в первом послании апостол Иоанн говорит, что тот, кто не исповедует Мессию пришедшего во плоти это дух Антихриста. Поэтому мы да исповедуем Ишуа пришедшего во плоти, что он Машиах и он семя Авраама, он семя Давида, то есть он человек и по плоти он родился в еврейском народе. Он был воспитан как еврей, он кушал еврейскую еду, он одевался в еврейскую одежду, он молился еврейскими молитвами и жил в конце концов в земле израильской. третий третий пункт мы с вами тоже завершили законы заветы принадлежат евреям и поэтому мы не хотим отказываться ни от еврейства ни от заветов мы хотим быть в завете с Богом и в новом завете также мы хотим быть с Богом пусть Бог благословит каждого человека поможет по крайней мере растворять верой все то о чем мы здесь говорим будьте благословенны Амин